Итак, всем привет! Это я снова, Аня. И я хочу поделиться с вами о том, как я продолжаю изучение английского с Dragon English. Итак, я закончила четвёртый блок. И мне нравится, хотя возникли уже некоторые сложности. Проснулась такая лень небольшая. И я частенько там откладывала выполнение заданий. Но потом я взялась за голову и увидела результаты. Действительно, если не прерывать обучение на 3-4 дня, если не делать такого перерыва, то знания, они как-то всё время остаются активными. Вот. В четвёртом блоке мы повторяли старые темы. Ага, и взяли новые темы о том, какие устойчивые выражения без артикла. Например, to go by train, by bus. Это следствие передвижения. И to go to hospital, to go home, to go to school. И мы всё-всё-всё-всё-всё это на практике применили. Было много очень упражнений. И я запомнила все эти выражения. Вот. Ну, также мы повторили наречие времени. In January, on Monday, in winter. Теперь я всё точно запомнила. Что с большой буквы, что с маленькой. Вот. Что ещё было? И... А, ну и отрицание. Всё. С этим у меня теперь нет проблем. Что мне нравится в Dragon English? То, что наш преподаватель Анастасия Бажок, она постоянно говорит о том, что не бойтесь ошибок. Ошибки – это наши друзья. И реально это так. Очень здорово, что в этой системе сразу идёт проверка. Когда идёт блок упражнений именно, я печатаю ответ, и мне сразу идёт проверка. И таким образом я могу увидеть, где я пишу орфографически неправильно, где я невнимательно, где я сделала грамматическую ошибку. Это реально очень здорово. Потому что я вижу эффект, я вижу результат. Таким образом я стала более внимательной и научилась правильно писать некоторые слова орфографические. Вот. Ну, это всё по четвёртому блоку. Ждите скоро новое видео касательно пятого блока. Всем пока-пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...